Здравствуйте, дорогие друзья! Искренне рады вновь приветствовать вас. И сегодня мы побеседуем с уважаемым Игорем Михайловичем Даниловым. Здравствуйте. Игорь Михайлович, нашу передачу я бы хотела начать со следующего события. Недавно в Давосе прошёл Всемирный экономический форум, на котором встретились и политики, и бизнес-элита, учёные, активисты, для того чтобы поговорить о мировых проблемах, о путях их решения. И вот нам предсказывают, что ближайшее десятилетие оно будет турбулентным, неопределённым, уникальным. В принципе, каждый человек и без их предсказаний чувствует, что что-то впереди и грядёт неладное, и они уже живут в таком предчувствии беды. Но что заинтересовало в рамках форума, это то, что помимо всё-таки экономических проблем, помимо вопросов, связанных с кризисами и конфликтами, рассматривался ещё и вопрос климатических катастроф. И вот я бы хотела процитировать слова главы ООН, что он говорил. «Мы заигрываем с климатической катастрофой в то время, когда практически каждая неделя приносит нам очередную историю климатического кошмара». И вот он говорит, что все вот эти проблемы в мире взаимосвязаны и накапливаются, как покорёженные машины во время цепной аварии. Но самое интересное — это каков выход и каково же решение всего этого. «Идеальных решений в условиях шторма нет», — заявил глава ООН. «Однако мы можем постараться взять под контроль последствия и воспользоваться для их устранения имеющимися у нас возможностями». Резюмируем. Проблемы лишь наслаиваются, нагромождаются. Впереди нас ждёт какое-то небывалое турбулентное десятилетие, а идеальных решений нет. Вот почему сегодняшнюю передачу хотелось начать с обсуждения итогов встречи сильных мира сего. Потому что после форума «Глобальный кризис», «Наше спасение в единении», который прошёл в рамках проекта «Созидательное общество», появилось очень много людей, которые действительно поняли, что происходит в мире, увидели целостную картину. Это люди, которые понимают, что наше спасение и ковчегом спасительным всё-таки является Созидательное общество. Это люди, которые торопятся информировать окружающих, торопятся информировать людей по всему миру. И вы знаете, первая идея, которая приходит в голову людям, которые только начинают свой путь в информировании о проекте, это то, что нужно достучаться до всех. Ну и прежде всего, конечно же, достучаться до политиков, до учёных, до голливудских звёзд. Я понимаю, что мы уже, в принципе, когда-то говорили с вами на эту тему, но всё-таки на сегодняшний день очень актуален вновь становится этот вопрос. Стоит ли стучать вот в эти двери, стучаться к учёным, политикам, героям-звёздам, которые, как кажется, обязательно подхватят эту информационную волну и имеют такую широкую аудиторию, донесут информацию до всех людей во всём мире? Стоит ли это делать и делать на это ставку? Наивный. Не стучите в закрытые двери пустой комнаты. Я бы так сказал. А вообще, если подходить серьёзно, то мы ведь неоднократно давали людям возможность, скажем так, попробовать достучаться до вот этих звёзд. Ну их можно всех собрать и сказать «звёзды». Это и политики с мировыми именами, это и звёзды, скажем, различных шоу, там супергерои и тому подобное, и в то же время и звёзды науки. Людей понять можно. Понятен их ход мыслей. Я думаю, всё-таки надо объяснить, чтобы люди просто больше не тратили своё время и собственные силы, и, самое главное, не разочаровывались в очередной раз в людях. Просто должно быть чёткое понимание. Я бы сказал так. На мир надо смотреть, особенно сейчас, когда нас уже, извините, официально предупреждают о том, что грядущее десятилетие будет турбулентным, будет проблемным и всё остальное. Розовые очки лучше всё-таки снять и смотреть на мир таким, какой он есть. быстрее, я скажу так, поймёшь свою важность в этом мире. И это действительно так. Именно твою важность, друг мой. Потому что от каждого сейчас человека зависит очень много. Не от тех звёзд. Знаете, я вам так скажу. Много ли звёзды, которые на небе влияют на вашу Личную жизнь на сегодняшний день, они улучшают ваш достаток, они обеспечивают вас не только экономически, но, к примеру, психологически. И вообще они делают вас здоровее, сильнее. Что они дают? Иногда лишь красоту, когда вы выйдете в хорошем настроении, в хорошую погоду, в соответствующих условиях, можете посмотреть на небо, полюбоваться точками на небе, и всё. Вот для человечества все эти звёзды аналогично. Ну и ещё плюс, что мы их обслуживаем. Не дают нам расслабляться, знаете, как заноситься. А вообще, я бы так сказал, много людей в действительности сделали массу ошибок, пытаясь переложить собственную ответственность на этих звёзд. Людей понять можно. Человек хочет как-то оповестить весь мир и стремиться это сделать, исходя, скажем, из своих возможностей, от реальных. Просто человек, давай представим. Человек хочет в действительности, поняв весь кошмар грядущего, как-то из себя спасти, родных и близких, ну и заодно и планету, потому что другому не получится. Значит, что нужно? Нужно, чтобы его действие вызывало какую-то волну. Знаешь, вот как шесть рукопожатий, ты рассказал одному, тут ещё там шести, каждый из шести и тому подобное. Ну вот как кинул камень в воду, и пошли круги. И чем, скажем, больше камень, серьёзнее ты кинул, там с большей высоты, тем больше этих кругов и доходят аж до берегов озерца, если не сильно большое, скажем так. Но одно дело, друзья, кидать камни для того, чтобы пошла волна в озеро, а другое дело кидать камень на свадь и ждать волны. Объясняю. Простой пример для всех, кто ещё, скажем так, в розовых очках. К примеру, представьте, вот у человека есть пять тысяч долларов. Плюс он, ко всему прочему, ознакомился с реальной ситуацией по климату и реально понимает, что его ждёт. Он копил эти деньги, пять тысяч, хотел поехать отдохнуть. Он понимает, что, скажем так, спасать мир гораздо важнее, чем просто отдыхать. То есть нормальный, здравомыслящий человек, ответственный, что он делает, исходя из сложившейся ситуации? Начинает думать, как он, простой человек, может оповестить как можно большее количество людей. А ведь весь «мы» заключается для того, чтобы мы спасли весь этот мир. Нужно построить созидательное общество. Нужно дать возможность настоящим учёным сесть за один стол и открыто, честно, с полным обеспечением, со всеми ресурсами возможными дать им возможность себя проявить. Не на пустом месте. База уже есть хорошая. Им остаётся лишь доработать это всё. И всё это становится реальным. То есть человек понимает адекватный, но у него всего лишь пять тысяч. Если бы у него было там пять миллиардов, он бы пошёл, купил какие-нибудь каналы, продажных журналистов взял бы, дал им денег, и они бы рассказывали с утра до вечера, как положено, за правду, то, что они должны делать в действительности. Но у него нет пяти миллиардов, у него есть пять тысяч. Человек логически вычисляет, кому он может рассказать так, чтобы те рассказали на весь мир. Звёзды. Их слушают все. Их бесплатно показывают по телевизору. Правильно? Ну это ж интересная. Да-да-да, логика такая абсолютно. Логика. Какие звёзды? В первую очередь политики. Во вторую — это супергерои, звёзды шоу и всё остальное. Ну и третье — это настоящие учёные с большими именами, у которых у каждого за спиной целый иконостас от его заслуг и дипломов. Вот так же? Хоть молись на них, что многие делают. Как он может это сделать? Ну такая серьёзная ситуация сложилась в мире. Написать им письмо, написать им мейл там ещё где-то, в какой-то там чатик. Ну серьёзно не относятся. А вот если взять серьёзным, изложить всё, как есть, в письме, отправить им, ну дойдёт же ж, ну человек получит, прочитает, вдохновится. Ну и вот тратит пять тысяч долларов на пять тысяч письм человек и отправляет пяти тысячам самым ярким звёздам на нашем Олимпе человеческом и сидит, ждёт, когда пойдут круги от камней, брошенных на асфальт. Никогда. Почему? И вот это, друзья мои, самое обидное, но и самое печальное, то, что не нужно ждать от них того, чего они никогда не сделают. Единственное, когда они начнут шевелиться, это когда будет электоральный запрос. Это то, что касается политиков. Ну когда масса людей, зрители, скажем так, начнут об этом говорить, и когда эта волна охватит мир, тогда об этом заговорят звёзды. Ну поддержать волну, попиариться, знаете, на восходящей волне, я так скажу. Учёные заговорят тогда, когда выхода не будет, потому что им придётся признать свою никчёмность. Ну то, что они были неправы, ведь они совершенно другое рассказывали. А как же ж они? Профессоры, академики мирового уровня, лауреаты многих премий, получатели огромных грантов в большом количестве и были неправы. Ну это очень тяжело. И вот здесь есть нюансы, скажем так, и они довольно серьёзны. И для того, чтобы вы понимали, друзья, ни политики, ни артисты в действительности, я имею в виду высокий уровень политиков и действительно звёзд, ничего не будут делать просто так, пока мы в действительности сами не вырастем до определённого масштаба. Почему? Ну вот тяжело об этом говорить на самом деле, неприятно просто. Но правда такова, что вот эти суперзвёзды, хоть в политике, хоть в шоу, в бизнесе, они ненавидят людей. У них очень снижена эмпатия. Они на самом деле социопаты в некотором смысле. Ну некоторые могут оправдать, им надоели люди, папарацци, внимание, и всё остальное. Но это будет ложь. Почему? Потому что они зависят от нашего внимания целиком и полностью. Я проще скажу вам. Вот когда звезда поднимается, она делает всё, чтобы быть на виду. Она такой же обычный человек, но начал подниматься, тут начинают узнавать, пиарятся с людьми кругом, везде, как в политике, так и звёзды. Ну в принципе все звёзды, независимо от того, в шоу-бизнесе они или в политике. Но как только они забрались к нам на голову уже и плотно сели, они нас реально ненавидят. Почему? Потому что они зависимы от нашего внимания. Они целиком и полностью зависимы от нашего «да» или «нет». И вот здесь, извини, всё человеческое в них заканчивается. И это вполне серьёзно. Это серьёзное исследование проводили по этому поводу. И снижение эмпатии, непонимания, ну и всё остальное. То есть буквально социопаты. То есть сознание ненавидит того, от кого оно зависит. Обязательно. Если мы от чего-то зависим, мы от этого будем пытаться как-то избавиться. Но избавиться, если мы не можем, потому что, избавившись от этого, мы упадём или умрём. Мы это будем просто ненавидеть. Знаешь, это как электрошок для того, чтобы ты жил. Ты будешь этого бояться ненавидеть, но ты будешь это делать, чтобы продолжать жить. И вот они в таких условиях. Но знаете, что самое интересное в данном случае? Что они это переживают, это чувствуют, понимают, но никогда с этим не согласятся. Даже себе боятся в этом признаться. Хотя послушать так, как они отзываются о людях между собой, потому что они ж элитны, они ж вверху. А мы для них — это биомусор, биомасса. Мы так, на уровне мартышек для экспериментов. Видите, это ж правда. Или не так, или я ошибаюсь. К сожалению, друзья, это так. И причин здесь много. А основная причина — это мы с вами. Мы наделяем людей властью над собой, мы наделяем своим вниманием тех, кто потом с нас просит миллионы за то, чтобы выйти и рассказать правду. Ну разве это не парадокс? А кто виной? А глупость наша. Пора умнеть. Пора взрослеть. А климат — да. Он без жалости. Так что суперзвёздам не нравятся им эти проекты. И не будут они одни говорить. Пока не будет электорального запроса. То есть пока весь мир, масса людей этого не потребует. Ну или приведу простой пример. К примеру, политик избирается с определённого округа. И вот пока весь этот округ не скажет, что мы будем голосовать исключительно за человека, который поддерживает целиком и полностью созидательное общество, вот этот политик никогда не скажет, что он поддержит созидательное общество. Ну это ж так. Звёзды, супергерои. Так о каких супергероях мы сейчас можем говорить? Господи! Мы столкнулись сейчас с действительностью. Вот эти супергерои, которые неоднократно спасали мир от всего, чего только можно, на голливудских площадках, в кино нам это показывали, на самом деле, буквально недавно сами просили помощи, чтобы их эвакуировали всего лишь от того, что к ним заглянул Цербер, ну в виде наводнения. Ведь это же все видели. А совсем недавно, когда им люди писали письма, просили плети, некоторые отвечали, ну не они сами, они же очень большие, звёздные, а их продюсеры, там менеджеры, и говорили, что да, наша звезда придёт к вам, и она расскажет то, что вы захотите, и называли цифру с шестью нулями. Ну представьте, насколько это всё бесчеловечно. И все эти герои липовые, а не только на экранах, в кино, в действительности. А на самом деле, когда жизнь коснулась, они первые начали кричать об этом. Да, многие могут сказать, ну как же ж, они же создают благотворительные фонды, они много помогают людям. Друзья мои, ну это всё картинки. Благотворительные фонды создают для того, чтобы было им выгодно, для того, чтобы очередной раз пропиариться, потратив несколько копеек на журналистов, раздуть то, что они много сделали. Ну и ещё все эти фонды, они помогают как бы экономить средства на налогах и на многом другом. Смотрите по-взрослому, смотрите на мир таким, какой он есть. Все суперзвёзды, супербогатые люди, если бы они действительно были людьми, они бы давно уже говорили правду. Ведь все это всё знают, все это всё понимают, то, что сейчас происходит. Сейчас действительно идёт, как сказать, беспредел, даже это не скажешь, баржазм, вот в буквальном смысле слова. И на что надеяться? И на кого? Тратить время, тратить силы. Давай возьмём учёных. Казалось бы, мы, простые волонтёры со всего мира, мы не должны заниматься этой проблемой, климатом или ещё что-то. В лучшем случае мы должны помогать учёным. Но, извините, друзья, ещё в 1996 году мы поняли, что, надеяться, они на каком, и начали заниматься сами. Сами начали это всё изучать, да, привлекать. Много учёных, конечно же, с нами, настоящих учёных, а не липовых. И многие действительно помогали и помогают. Но основная масса звёздных учёных, они, ну как вам сказать, приведу простой пример. Вот есть люди, которые написали по 50 и по 70 книг. Но некоторые книги они смогли пристроить, заставили их читать своих учеников, студенты, обязанные по ним подготавливаться. Но это единицы книг из всего ихнего арсенала. А другие книги, кроме нас, волонтёров, в действительности никто и не читал. Даже сами авторы, я не оговорился, даже сами авторы не читали этих книг. Это так. Они выпустили их с сумасшедшим тиражом по 20-30 штук, как положено. Положили в библиотеки, и для них это уже они авторы такого огромного количества научных трудов. Люди, если сомневаетесь, возьмите, почитайте их книги, посмотрите. Ну только не одну. Возьмите на одну и ту же тему с десяток книг популярных учёных в одной теме. Неважно, будь то экономика, будь то вулканология. Полистайте, посмотрите на этот бред. О какой учёности там может идти речь? Вот просто возникает вопрос. Ведь их КПД, особенно то, что касается климатологов, ну да кого не возьмём, вулканологи, сейсмологи, да кого не возьми. Ихний КПД равен нулю. Скажите вот честно, кого из вас они смогли предупредить заранее о том, что произошло извержение вулкана? Никого. Они хоть раз предупредили о каком-то землетрясении, угрожающем вам. Вас предупредили заранее? Ну единственное, что научились, это предупреждать о цунами, но оно не всегда приходит. И вот у меня вопрос. Ребята, ну вы шучёные. Вы предупреждаете людей о надвигающемся цунами, которое не приходит. Как такое может быть? Ну лучше, конечно, убежать на всякий случай, но они же не могут предвидеть. Стоп. Мы не говорим о предвидении, мы говорим о научных фактах. Климат. То, что они рассказывали, ни одна их теория не работала. Зачем? Это планомерно нас обманывают, чтобы мы не пугались или как? Но вопрос жизни. Ведь это не просто вопрос того, что погода испортилась, но урожая в этом году не будет. Это вопрос выживания всего человечества. Но вот вдумайтесь, за буквально два месяца после, скажем, форума произошло свыше 50 извержений вулканов. Как такое может быть? То есть это серьёзно. О чём это говорит? Это говорит о том, что если они выходят на такую стадию своей активности за очень короткий промежуток времени… Сколько не знают? Сколько подводных и тому подобное. Ну и вообще это наука, как вулканология, сейсмология, касающаяся климата, касающаяся таких, скажем, геопроцессов, то знаете, как гадания на картах Таро. Мне кажется, гадалки более точны будут. Это действительно так. А сколько потрачено на это всё средств, начиная с борьбы с климатом и заканчивая вот этими специалистами за всё время. Мне кажется, если бы эти средства были потрачены на изучение привидений, ну скажем, желающими людьми, открыли бы серьёзный институт по изучению привидений. Ну так же ж? И серьёзные люди, настоящие учёные, которые бы целенаправленно, пусть со скепсисом, пусть с неверием, но целенаправленно и серьёзно бы к этому подошли. Мне кажется, они бы не только нашли привидений и смогли доказать их существование, они бы их ещё уже вот так разложили, классифицировали по всем понятиям, скажем. Ну что, не так? Вот смешно звучит. Ну там хоть бы за привидения нам рассказали, а здесь вообще ни о чём. Вот реально ни о чём. Что такое наука? Давай подойдём. Наука — это то, что улучшает нашу с вами жизнь, то, что делает её более безопасной, более хорошей. Это то, что даёт нам здоровье. Правильно? Вот это наука. Вот простой вопрос. Наука нам что дала? Самолёты дала, мы летаем. Наука дала нам что? Микроволновые печи. Мы можем разогревать себе утром бутерброды. Но разве это плохо? Это замечательно. Наука дала нам возможность вот с вами сейчас общаться. Разве это плохо? Прекрасно. Это прекрасно. А что нам дала наука в борьбе с климатом, с предсказаниями серьёзнейших, смертельно опасных землетрясений и извержений? Ну честно, ноль. Все обещания в отношении климата, что мы остановим, мы победим, и единственное, что они дали, это огромные экономические проблемы для различных фермеров, для производителей товаров и тому подобное. Знаете, как инструмент манипуляции и в действительности конкуренции, то есть подавление конкуренции. По-другому это не скажешь. Когда обкладывают квотами какие-то предприятия, и они не могут справиться, и вынуждены ограничивать своё производство, а климат, извините, только ухудшается. И вот какой смысл от этого всего? Простой вопрос. И ещё. Почему они, вот эти же учёные, так отрицательно относятся к волонтёрам со всего мира, объединившимся на платформе «Созидательное общество»? Да очень просто, друзья. То, что мы говорим, сбывается. То, что говорят они, не сбывается, потому что у них нет ни знаний, ни пониманий. А мы, извините, как конкуренты, ни с откуда взявшиеся. Нас никто не финансирует, не обеспечивает, ни государство, ни какие-то серьёзные, ну не знаю, учреждения какие-то, организации. Нет никаких дотаций и грантов, ничего. И в то же время то, что мы рассказывали, рассказываем, всё происходит точно. А вот ещё такой момент, Игорь Михайлович. Вы ещё про учёных говорили, что, назначив кого-то дураком, на этом фоне он становится умнее. Ну это естественный процесс. Скажем так, любой из нас, если чувствует, что он глупее своего собеседника, нужно что сделать? Парировать, обозвал его дураком. Особенно когда встречаются двое и обсуждают третьего. А он умнее их обоих. Что они будут говорить? Да он дурак. Откуда он что понимает? И им сразу становится лучше, потому что глаза друг друга они стали умнее, обозвал кого-то дураком. Вот так и нас, миллионы людей по всему миру, волонтёров, серьёзно изучающих на протяжении уже десятилетий и далеко ни одного. То, что должны были изучать эти учёные, вот эти же учёные нас обзывают дураками. То, что мы ничего не знаем, мы ничего не понимаем, оказывается всё гораздо серьёзнее. И для этого нужно, знаете, взять камень вулканической породы и сказать вот этот камень. И знаешь, что самое интересное? Что масса людей видят в руках, допустим, учёного камень, и он говорит что-то о вулканах, и он заявляет о себе как о вулканологе и сразу впечатляет. А когда миллионы людей по всему миру говорят, детально изучают и знают на молекулярном уровне, ну даже так, скажем, и глубже, из чего состоит и почему он образовался, этот камень, знают то, что этот учёный, держащий этот камень, и близко не догадывается. Не впечатляет. То, что он изучает на сахарных вулканах. Эксперименты ставят реакцию. Ну это вообще ж глупость, когда взрослые люди, они, извините, из сахара создают вулкан и изучают эти процессы. Как уделяйте в себя магмой. Вот скажи, смешно, да? Вот просто смешно, когда взрослые играются в детские игры и строят из себя умных. Почему? Потому что в действительности они не могут залезть в этот вулкан. В действительности они не знают, как устроена даже наша Земля целиком и полностью. Так, всё на догадках, всё приблизительно. А то, что происходит, оно, извините, это чёткая математическая модель. Можно довольно точно указать, что будет завтра. И, к сожалению, завтра оно произойдёт. Это то, что должны были изучать учёные. Это то, о чём они нас должны были предупредить хотя бы 10 лет назад. Но когда мы об этом предупреждали, мы оказывались дураками. Знаете почему? Потому что у нас среди волонтёров люди различных специальностей. У нас есть переводчики, которые читают работы по уконологии. У нас есть, извините, люди, которые занимаются их работой, кушать готовить. Они повара, прекрасные повара, но они занимаются совершенно другим. Они занимаются продвижением созидательного общества. Понимаешь, каждый занимается не тем, на что учился. Но знаете, что самое интересное? Великолепно получается. Супер. И вот это прекрасно, потому что нас много и потому, что мы люди, и искренне. Вот так бы учёным, было бы хорошо. Энтузиазм бы такой, как у людей. А энтузиазм у нас ещё из-за того, что мы реально понимаем ту картину, которая грядёт, и ту, которая уже происходит без иллюзий, без розовых очков. С отсюда энтузиазм. Просто. Жить хочется. Вот в этом и проблема. И энтузиазма нам ещё даёт тот факт, что мы знаем, что выход есть. Это тоже серьёзно. Это объединяет, это сплочает, это подбадривает во всяком случае к тому, чтобы бороться за жизнь, чтобы бороться за планету, к тому, чтобы вылечить вот этот вирус иммунодефицита нашей планеты в действительности вылечить, причём во время глобальной пандемии Солнечной системы. Вы посмотрите, что творится на других планетах. То же самое. Это глобальная пандемия. Она нам рассказывает, что этого нет, что этого не может быть. Всё в норме. Всё в норме. Но нормы эти каждый раз меняют, под то, что происходит сегодня. Если 10 лет назад была одна норма, сейчас, извините, совершенно другая, в разы хуже. И говорят, что это нормально, так должно быть. Ну вот это печально, конечно. Но ничего, мы же не сдаёмся. Тот прогноз, который мы вместе, как Созидательное общество, как движение волонтёров по всему миру, описали и рассказали, он происходит. К сожалению, наша математическая модель на сегодняшний день абсолютно верна. Но знаете, в чём проблема? Проблема в том, что её пытаются как-то опровергнуть, пытаются как-то рассказать, что этого не может быть. А в действительности больше всех мы лично хотим, чтобы этого не было. Мы, волонтёры Созидательного общества, те, кто понимают, насколько это всё серьёзно и к чему оно ведёт, мы больше всех хотим, чтобы мы ошиблись. Но, к сожалению, каждый день подтверждает обратное, подтверждает то, что мы вместе оказываются, друзья, очень умные и очень хорошо всё просчитали. Жаль. Лучше бы закралась ошибка и всё само, как рассчитывают наши учёные и наши политики, всё само вдруг возьмёт и сгладится, возьмёт иммунитет нашей планеты, всё сам восстановит. Не восстановит. Почему? Ну я проще скажу. Потому что на сегодняшний день в нашей планете есть такое заболевание, ВИП называется, вирус иммунодефицита планеты. К сожалению, но он глобальный. И, к сожалению, в действительности настолько подавлен у нас иммунитет, он у нас в таком дефиците, что ждать что-то хорошее в ближайшей перспективе, если мы сами это не сделаем, не приходится, друзья. а отдалённой перспективы у нас просто нет с вами. Поэтому, хотим мы или не хотим, нам не стоит ни на кого надеяться, нам стоит самим работать, не покладая рук, что, собственно говоря, мы все и делаем. За что вам огромное спасибо, друзья, за то, что вы не только понимаете, что происходит, но ещё активно противостоите всем тяготам сегодняшнего дня и продолжаете упорно оповещать о Созидательном обществе других людей. Нам действительно нужно собраться все вместе. Вместе мы сможем. Выход есть. Но выход этот мы сможем, скажем так, распахнуть для всей планеты и для всех живых существ, в том числе и для нас с вами на этой планете лишь тогда, когда объединимся. Здесь надо стараться. А уповать на кого-то, друзья мои, не стоит. Ну вот сейчас вкратце вам объяснил, почему бесперспективно на социопатов, на эгоистов и людей, страдающих нарциссизмом, надеяться не стоит. Это действительно эти диагнозы, которые подходят практически под любого. за редким исключением. Но скажите честно, вы эти исключения увидели у нас на форумах? Поддерживают нас звёзды, супергерои, убегающие от дождя? Всего лишь Цербер заглянул к ним в огород, и весь этот город миллиардеров, город супергероев начал эвакуироваться. И у меня вопрос к ним, а что вы не применили свою суперсилу, свои миллиарды, и остановили бы Цербера? Не получается? Учёных позовите, которых слушаете, пусть они остановят. А мы просто народ, просто люди. Мы посмотрим, как вы это сделаете. Беда в том, что Цербер не только к ним приходит, беда в том, что и к нам заглядывает. И мы страдаем гораздо больше, чем они. Цербер не разбирается. А где хороший человек, где плохой, а где богатый, где бедный, а где эгоист, скажем так, с отключенной эмпатией, а где хороший, настоящий волонтёр. Вот в этом беда. Знаете, Игорь Михайлович, я знаю, с какой болью и трагедией воспринимается каждая новость, которая подтверждает то, что происходит с климатом, то, что подтверждает и доклад, и то, что подтверждает то, что говорят учёные на форуме. И вы знаете, когда ты ищешь информацию и в тех же научных изданиях и встречаешь от учёных комментарии, что, не знаю, киты снова выбросились на берег или какой завораживающей красоты сейчас происходит полярное сияние, какие прекрасные световые столбы, но становится страшно от компетентности, скажем, О какой компетентности можно говорить? Давай возьмём световые столбы. И вот читаешь о них, они говорят, что там кристаллы, они отражают свет и тому подобное формируются в форме этих столбов. Понятно, Солнце высоко, как правило, столбы проявляются на закате или уже после заката, Солнце светит, вот там кристаллы образуются, и этот свет попадает, как лазерным лучом, спускается на Землю. И вот в действительности, когда этот бред слушаешь, просто хочется подойти к этим людям, сказать, «Пойдём, ты покажешь нам эти кристаллы и почему он образуется». Я не говорю, что нет эффекта линзирования и всего остального, есть, но столбы крайне отличаются. То есть действительно бывают моменты, природа, она очень интересно устроена, что вот как с неба падает луч света, ну во-первых, он расширяется к низу, свет идёт рассеянный, яркий вверху и практически незаметный уже внизу в районе Земли. Это когда происходит вот этот эффект, когда группа кристаллов образовалась вследствие температурных перепадов, ну и неважно. То есть отразился солнечный свет, преломился в верхних слоях атмосферы или даже, скажем, чуть ниже, в нижних, там на закате, неважно, и пошёл лучом на Землю. Ну как правило, это одиночный луч, быстропроходящее явление. А когда есть ряд световых столбов, ярко окрашенный, то есть яркий цвет внизу и практически рассеивается вверху, и они стоят в ряд, и ещё что страшно, что появились с красным оттенком или красным цветом. Вот это, друзья, страшно. А когда мы любуемся такими явлениями, как северное сияние, так называемое, обычно оно было там зеленовато, синевато, это нормально, но сейчас появляется красное. А красное, что в этих столбах, которые всё чаще и чаще появляются, световых имею в виду, что в северных сияниях, которые всё ближе к экватору подходят, с красным светом. Друзья, я понимаю, некоторые любуются красиво, но у меня это ассоциируется с тем, что нам Цербер, нам, всему человечеству, климатический Цербер дал чёрную метку буквально в смысле слова, а мы ей любуемся и восхищаемся. Это приговор для человечества. Вот в чём смысл. мы люди творческие все. Мы можем восхищаться красотой природы, даже, скажем так, на последнем вздохе. Но это пугает. Восхищаться вот этими световыми столбами с красным цветом, так же с северным сиянием, с красным цветом. Знаете, я бы сказал, это всё равно, что восхищаться чистотой и остротой лезвия, когда ты лежишь на гильотине, по-другому не скажешь. Это действительно чёрная метка для всего человечества. Что такое вот эти световые столбы? Это буквально в смысле слова силовые линии нашего магнитного поля Земли. И они настолько, скажем, аномально изменены, что по ним, по вот этим силовым линиям, буквально в смысле слова, входит космическое излучение и, взаимодействуя с молекулами воздуха, окрашивают вот эти столбы световые в различные цвета. Когда они яркие, белые, синие, это печально, что они вообще есть, и множество, и всё больше и больше их наблюдают. Но это ещё куда не шло. Но то, что появляются красные оттенки и буквально красные цвета, это говорит о том, что уже кислород горит, и уже всё намного серьёзнее. И излучение намного жёстче. А это говорит о том, что всё чаще и больше возникают аномальные зоны с нашим магнитным полем, раз на силовых линиях возникают вот такие проблемы. Это печально, друзья. Это не восхищает, это очень пугает. Знаете, я бы сказал так, так, это пугает настолько, что для тех, кто понимает и для тех, кто не понимает. Мы дышим кислородом, а наше магнитное поле, защитное поле, оно очень сильно страдает, и это очень быстро прогрессирует. Почему? Ну потому что мы убили иммунитет, мы убили наш океан. Объясню просто. Вследствие нарушения электромагнитного поля нашей планеты, наша атмосфера подвергается более жёстким атакам космического излучения. Это приводит к нарушению и, я больше скажу, уничтожению молекул воздуха, в том числе и кислорода, в нашей атмосфере. Пока не критично. Многие могут парировать. Ну да, не критично. Но возникает что? Разряженность между частицами, взаимосвязи между молекулами. А это серьёзно. Почему? Давайте глянем на Бермудский треугольник. Ведь в той патологической зоне, которая давным-давно существует, ну по определённым объективным причинам, время от времени эта аномалия уничтожает, извините, и корабли, и даже самолёты. Почему? Потому что вот такая силовая линия магнитного поля, когда в ней возникает ослабление, разряжается взаимосвязь межмолекулярная, и самолёты, попадая в такое… Это как турбулентная яма, только без дна. Дном является океан. Сколько мы видели таких явлений масс? Когда корабли попадают буквально на вот такую патологическую зону, по-другому её не назовёшь, оно вроде бы и вода. Но знаете, что ещё интересно? Если посмотреть под водой, то в тех зонах, в которые просто проваливаются корабли, как в яму, межмолекулярные связи между водой нарушены. Сейчас это тяжело пояснить с позиции физики. Многие могут начать возмущаться, как же там же определённые взаимодействия, плотность и всё остальное. Но именно из-за вот этих аномалий магнитного поля это и происходит. И корабли буквально падают на дно. А не то, что там возникают пузыри с газа, которые поднимаются, проваливают корабль. Ну представьте, я скажу так, такие места были бы видны не то, что с космоса, со спутников, они бы были видны, Бог знает, за сколько километров. Такое количество воздуха одновременно должно было выйти, чтобы потопить корабль. Ну попробуйте лодку потопить, проведите эксперимент, поставьте, скажем так, где-нибудь на озере обычный катер, обычную лодку, без мотора, чтобы потом можно было вытащить и воду слить, хотя бы железку какую-нибудь. Обычную железную лодку и попробуйте подвести компрессоры воздушные и создать настолько разреженную среду в воде, чтобы эта лодка утонула. Не так просто. Поэтому эта теория не работает. Когда нет волн, нет ничего, и корабль просто исчезает из виду, уходит, это говорит как раз об этой аномалии, о которой мы вот сейчас и рассказываем. И неважно, воздух это или земля. И ещё мы сейчас видим всё больше и больше проявления турбулентных ям. И они будут в верхних слоях особенно, в средних слоях. И вот проблема уже будет летать, ну я скажу так, где-то от 8 и выше тысяч метров. То есть это как раз те зоны, где летает большинство лайнеров воздушных. И это будет опускаться. И вот этих воздушных ям будет всё больше, больше и больше. И в конечном счёте, друзья, мы не сможем летать. Изолированы. Мы будем изолированы. И ещё хуже. Мы не сможем спокойно плавать по океанам, давайте аккуратно скажем. Да, мы ещё сможем дышать, мы ещё сможем жить, но здесь тоже будут возникать проблемы. Наземный транспорт какое-то время ещё будет актуален. Но всему нашему существованию, скажем, чем дальше, тем будет хуже. И хуже будет сложней. И не хочу давать плохих прогнозов, и не хочется рассказывать все эти страшилки, но они уже есть, друзья. Мы вынуждены об этом говорить. И если были эти зоны, которые время от времени проявлялись, я не зря упомянул о Бермудском треугольнике, об этой аномалии магнитной, то сейчас эта аномалия проявляется кругом. Мы уже говорили, что из-за именно аномальных вот этих изменений в электромагнитном поле всё больше и больше становится внезапных смертей. И их будет больше и больше. И никуда мы от этого не денемся. Единственный вариант — это стабилизация ситуации. Но для этого нам нужны настоящие учёные, те, у которых высокий КПД, но зачастую, к сожалению, отрицательные. Знаете, Игорь Михайлович, уже очень много людей, которые видят то, что происходит в мире и смотрят на этот мир без розовых очков и не игнорируют, скажем так, те звоночки, которые идут от климатического цербера. Но глядя на наши видео, глядя на видеофорума, в диалогах друг с другом, мы часто слышим следующее. Мы вас полностью поддерживаем. Вы огромные молодцы, потому что вами проделана огромная работа. Мы с вами. И вот этот момент хотелось бы обсудить, потому что всё-таки в потребительском формате общества нас немного приучили к тому, что достаточно всего лишь поддержать, похмалить. Сказать, мы с вами. Ребята, мы не политики. Если хотите спасти себя, свою жизнь, становитесь плечом к плечу. С нами. Это волонтёрская организация. Извините, спасение утопающих — дело рук самих утопающих. Закатывайте рукава и вперёд вместе с нами. Думаете, нам не хочется поваляться, посмотреть сериал, да? Пельмешек покушать. Ну так вот, побездельничать. Конечно, хочется. Скажите, а почему мы этого не делаем? Почему в то время, когда мы можем отдыхать, мы сидим за компьютерами, мы изучаем книги бестолковых учёных с нулевым КПД, сплошной плагиатой, бестолковых учёных Мы его читаем. Правда, читаем. Абсолютно неинтересные, необоснованные научные труды. Потому что порой диву даёшься, зачем их печатать и зачем их писать. Но знаете, что мы там ищем? Мы там ищем хоть одну умную мысль, хоть одну идейку. И мы вынуждены это делать. Мы вынуждены изучать, как бы это культурно сказать, в общем, всё, что произвели современные учёные в отношении климата, по-другому не скажешь. В общем, я так аккуратно скажу, всю переработку средств, потраченную на них, ими переработанную, средства наших налогов, всего остального. И ещё это наши надежды. И вот мы ищем хоть одну умную мысль где-то у кого-то для того, чтобы хоть что-то предпринять, хоть на что-то опереться. Знаете, у нас есть идеи, есть наработки, всё есть, но ума не хватает. Да, нас миллионы, но не хватает. Мы пока что не являемся цивилизацией, мы разрознены, а здесь нужен эгрегор всего человечества, для того, чтобы решить столь сложные задачи. Ещё раз скажу, не на пустом месте, но нас должно быть много. Вот тогда мы что-то сможем. Вот в чём вопрос. А вот надеяться на пустое не стоит. И мы вас поддерживаем, вы хорошие ребята. Да спасибо, дорогой, спасибо за оценку. Только она тебе жизнь не спасёт, твоя оценка. Мы не политики, что проголосовал, пошли и обворовали вас. Нет. Мы — это вы. Знаете, в чём разница? В том, что мы поняли, что нас ждёт, а вы до сих пор не верите. Даже тогда, когда к вам церковь приходит. И вот как пример известная телеведущая, популярная, к которой обращались, скажем так, люди неоднократно с просьбой озвучить за Созидательное общество, с просьбой выступить на форуме или же озвучить что-то о форуме. То, что это касается климата, то, что это серьёзно, ведь она себя позиционировала как честная, как правдивая шоуменка, телеведущая. А вот ведь тишина. Хотя она получала письма, хотя она получала послания от людей неоднократно, а теперь забавно видеть, как она, испугавшись Сербера, молила о том, чтобы её эвакуировали, чтобы её спасли. Так а чего ж пугаться, если этого нет, если климат не меняется, если всё хорошо? Вот такие и все звёзды. Знаешь, пока их не касается, то их ничего и не волнует. Но как только коснулось их, как только Цербер пришёл в их огород, так надо спасать их первыми, потому что они же звёзды или они же крупные политики. Их первыми надо эвакуировать и спасать. Каков КПД твоей жизни для общества, для людей? В действительности? Да какой от них КПД? Мы видим, какой от них КПД. Вы знаете, забавно. Вот забавно смотреть на людей, которые сами, скажем так, плюют в колодец, которого потом пить приходится. Или, говоря проще, они отказываются от того, что Солнце светит, а потом Солнце всходит, и они глупо выглядят. Вот в чем беда. Беда в том, что пока Цербер к нам не придёт, мы в это не верим. А когда он приходит, мы начинаем пищать, кричать, звать на помощь. Кого звать? Политиков? Звёзд? Учёных? Так мы ж только недавно видели, как они все убегали от Цербера, вместе взятые. Да, у нас серьёзный мир, научно мы хорошо продвинулись, у нас очень много оружия, только Церберу дал лампочки, ваше оружие. Вот в чем проблема. Знаете, что Церберу не до лампочки? Это мы, когда мы вместе. А пока мы разрозненные, потопчет он нас, как сухую траву, и глазом не моргнёт. А вот это правда жизни. Поэтому, да, то, что хвалите, спасибо, но было бы лучше, если бы вы стали в наши ряды. Всё просто. Спасение утопающих — дело рук самих утопающих. Правильно? Поэтому лучше своё внимание направить на действие, а не на то, чтобы всего лишь хвалить либо выражать какую-то поддержку или обеспокоенность. Моральную поддержку. Спасибо. Говорит, спасибо за моральную поддержку, но лучше реальная помощь. Так что всё это хорошо, друзья. Но несмотря на то, что всё так печально, надежда у нас есть. Если мы захотим, мы сможем всё, друзья. Реально. Подумаешь, цербер какой-то. Ну так же ж. А мы, мы люди. И как люди мы можем много. Но для начала давайте просто, просто любить друг друга. Спасибо. Огромное спасибо, Игорь Михайлович. Для начала надо стать людьми. Совершенно правильно. Спасибо вам, друзья. Миру. Спасибо. 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 Продолжение следует...